Любому охотнику, рыбаку, грибнику, ягоднику и просто человеку, путешествующему по лесу, могут понадобиться дрова. О приспособлениях для заготовки дров расскажет нам сегодня наш следопыт Глеб Данильцев. По итогам ряда предыдущих передач в интернете возникли жаркие дискуссии на различных форумах по поводу топора, с которым я хожу по лесу. Это вот тот самый топор. Я немножко изменил цвет ручки, ободрал тот, покрыл новой морелкой. Просто для того, чтобы красный цвет меньше раздражал нашу публику. Там попадались очень смешные комментарии по поводу того, что называли топор батагом. Хотя я на всякий случай напомню, что батаги это такие палки, которые использовались в крепостной период для наказания крепостных. Длинные палки, которыми просто людей били. С тех пор пошло выражение «дать батагов». Готовясь к передаче, я подготовил целый ряд топоров, которые мы сейчас успешно сравним по их продуктивности. И да, еще у меня есть несколько пил. Опять же, производительность их оценим. Вот у нас здесь выворотень еловый прекрасный. Мы, конечно, с самого комля не будем экспериментировать, просто для того, чтобы лишние силы не тратить. Мы поближе к макушке, расчистим некоторую территорию и проверим все эти топоры. Устроим некоторое соревнование. Вот наша коллекция топоров. Во время подготовки к съемкам все топоры были взвешены. И вот здесь вот на скотче написан их вес с точностью до 5 грамм. И начать всю нашу заготовку леса, я предполагаю, с двуручной пилы. Двуручной пилой можно пользоваться по-хорошему только вдвоем. Поэтому я попрошу нашего режиссера оказать мне некоторое содействие в распилке этого дерева. Двуручная пила Бензопила, конечно, один из самых удобных с точки зрения заготовки дров, инструментов. Но для нее всегда нужно два человека. Ну, конечно, бензопила еще удобней, но она тяжелая. Следующим испытуемым у нас будет тот самый топор, про который шли такие баталии в интернете. На то, чтобы перепилить это дерево двуручкой, у нас ушло 2 минуты 3 секунды. А теперь посмотрим, сколько же мне понадобится время на то, чтобы перерубить это же дерево тем топором, с которым я все время ходил. На то, чтобы вот этим топором перерубить вот это вот бревно, мне понадобилось 2 минуты 41 секунду. Что, в общем, не сильно дольше, чем двуручной пилой. С одной стороны, я очень сильно устал. С другой стороны, был задействован всего один человек. Сейчас мы занесем эти данные в табличку. И заодно я померяю длину топорища, для того, чтобы его можно было сравнивать с другими топорами. 80 сантиметров. Сейчас я буду следующий проруб делать более легким топором, но с примерно такой же длиной рукояти. Следующий топор – это среднеплотницкий топор, доработанный до лесной формы. Его вес 1340 грамм. То есть он почти на 400 грамм легче предыдущего. Длина рукояти примерно такая же, как и там. Разруб этим топором длился 3 минуты 7 секунд. Это дольше, чем тем топором. В первую очередь, потому что он легче. И у него уже меньше длина режущей части топора. Поэтому проруб получается меньше. Да, длина топорища те же самые 80 сантиметров. Вместе с нашим саженым топором, конечно же. Следующий топор будет тяжелым. Это большой плотницкий топор, но на ручке меньше длины. Его вес 1960 грамм. То есть он тяжелее, чем наш первый топор. Плотницкий он потому, что у него абсолютно прямая режущая часть. Я предполагаю, что этим топором будет рубить намного дольше и тяжелее. 3,37. Недостаток плотницкого топора любого заключается в том, что вот эта вот часть топору не нужна. Во время рубки, именно во время рубки, она приводит к тому, что силы задирают заднюю часть топорища. И топор сушит руку. Плотницкий топор такой с длинным полотном и с прямым полотном нужен для проведения именно плотницких работ. Там работают в основном вот так вот. И там нужна прямая для того, чтобы делать плоскости. В лесном топоре это не нужно. Ну и так, замеряем длину топорища для контроля и занесем все наши данные в табличку сводную. Длина 69 сантиметров вместе с топором. Вот разница всего на 10 сантиметров дает уже такое поражение в скорости рубки. Переходим к следующему топору с такой же длиной рукояти, но с заветно меньшим весом. 2,32. Этот топор намного быстрее разрубил дерево, чем предыдущие. Вот вам и достоинство более легкого топора, но на длинном топорище, чем тяжелый топор. Ну а теперь нам нужно, мы берем следующий такой же топор, но на более коротком топорище. Суммарный вес, естественно, у него будет меньше, всего 1105 грамм. Топоры, видимо, примерно одинакового веса. Ну и попробуем им работать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Две минуты 15 секунд. На самом-то деле, я думаю, что имеет смысл закончить наше соревнование и про остальные топоры просто поговорить. Потому что тенденция, в общем, на этих пяти топорах ясна, дерево стало заметно тоньше, и уже пошла такая подгнившая часть. Поэтому, естественно, она будет рубиться быстрее. Давайте поговорим о остальных топорах, уже не производя акт рубки. Следующий топор, он такой немножко пожарного вида, хотя он просто крашенный по производителям. Он имеет классическую форму лесного топора и сидит на ручке такой же длины. Его вес еще меньше, 1070 грамм. Но на самом-то деле, разница уже для ходовых качеств человека, разница в 30 грамм, в 35, в общем-то, невелика. Это тюбик зубной пасты. Именно из-за того, что он имеет уже хорошо закругленную форму, он не имеет совсем вот этого вот выступа, он будет рубить очевидно лучше, чем предыдущий топор. Все последующие топоры, о которых мы говорим, это обычные топоры, купленные в торговых сетях разнообразных, ну, неважно, купленные в магазине, условно говоря. Первый из них, почти что рекордсмен по весу, весит 1610 грамм, то есть он чуть-чуть легче, чем мой первый топор, с которого все началось. Очень важный недостаток, то, что топорище якобы чем-то защищено, покрашено какой-то непонятной краской и совершенно не полировано. Более того, вот тут если присмотреться, видны всякие неприятные выросты, то есть его даже нехорошо отшкурили. Вторая важная часть, мы как-то отдельно, наверное, об этом будем говорить, металлический клин. То, что недопустимо в топорах вообще. Если человек рубит таким топором, а напротив него стоит кто-то из его коллег, он может быть сражен этим металлическим клином, как пулей. Клин должен быть обязательно деревянным и желательно из той же породы дерева, из которой сделана топорище. Я смею заподозрить, что этот топор рубил бы хуже всех тех, которые здесь представлены. Следующий топор тоже как купили, так и жив до сих пор. Такие топоры очень хорошо подходят людям, которые абсолютно ленивы и не хотят ничего делать своими руками. Дело в том, что у него сложная ручка из стеклопластика, какого-то очень хитрого, очень сложного, которую сломать надо быть очень сильным человеком. Он имеет классическую лесную форму, он коротенький. И на самом-то деле на небольшие выезды, если есть пила, такой топор вполне подходит. Но для серьезной валки, заготовки леса им ставишь махать просто по количеству ударов, я бы сказал. Вес его немаленький, 1480 грамм. То есть он на самом деле у нас входит в категорию достаточно тяжелых топоров. У нас есть топоры куда более производительные, чем этот, но более легкие. Если у вас возникают ко мне вопросы, то их можно задавать по электронной посте. Я отвечу на них в эфире или в письменном виде. Сегодня мы провели спортивные соревнования между различными топорами. И вы смогли воочию убедиться в том, что лучше иметь легкий топор на длинном топорище, чем тяжелый на коротком. В одном из следующих выпусков мы продолжим тему заготовки дров в лесу и познакомимся с техникой рубки и колки дров.